Всем привет! С вами снова я, Ира. И, наконец-то, на моем канале, как и обещала, теперь не только музыкальные видео. Мы собираемся в путь-дорогу. Ура! И поэтому я сегодня хочу вам рассказать о том, что мы возьмем с собой наш велотур. Я очень надеюсь, что это видео окажется полезным для вас. Если вы тоже собираетесь в какое-то путешествие, то учтете все те моменты, которые мы сейчас учитываем. А после поездки мы уже обязательно вам расскажем, понадобилось ли нам все это и, может быть, понадобится что-то еще. Начнем с самого главного. Что необходимо вам будет, это список. Мы подготовили вот такой вот список, чтобы легче было проследить за тем, что нам нужно, за тем, чтобы мы ничего не забыли, когда соберемся по дорогам. Первое, что вам необходимо, это, конечно же, ваше спальное место, где вы будете там спать, отдыхать и вообще на чем вы будете лежать. Поэтому самое главное, это, конечно же, палатка. Вот, мы взяли вот так, ее завернули вместе с матрасом и вместе с пледиком. Все это соединили между собой и вот эту вот всю штуку мы прикрепим на велосипед. Между этим всем находится шампура. Спину мы не хотим сильно грузить, поэтому берем небольшие рюкзаки и вообще как бы советуем тоже не грузить именно спину, а все-таки лучше нагрузить своего железного друга. Берем вот такие вот сумки. Первая сумка и вторая. Это сумки, которые будут крепиться на велосипед. Вот она сразу же идет в сумюшку. Вот, из того, что самое главное еще, это дождевик. Мало ли вдруг пойдет дождь. Из полезного. Это шнуры эластичные. Вообще они могут пригодиться для чего угодно, но в нашем случае мы будем вот эти сумки оборачивать на велосипед с помощью крепежа. Вот, взяли с собой дополнительную сумку, да, кстати, кота мы тоже с собой и берем. Берем вот такую вот сумку с собой. Тоже гладкий рюкзак еще один. Берем веревки с собой. Веревки еще вот такие берем здоровые. Это веревки для гамака. Да, если вы любите путешествовать, любите походы и всякие прочие, у вас нет гамака, вам нужно обязательно его приобрести, потому что это супер крутая тема. Для того, чтобы готовить, нужна нам будет горелка, потом, естественно, нам нужен газ. Не забудем про газ. И самая главная штука, которая нам пригодится, это армейский котелок. Он очень крутой. Внутри у нас уже лежат стаканы, открывашка и всякая мила. Так, из кухонного, что у нас еще есть? Чеплашка, которая будет супер универсальная для всяких штук. Здесь у нас находятся специи, соль, ложки и всякая молочковка, которая вам понадобится. Складной нож вместе с... Как это же такое? Карабин. Ну, карабин, это тоже полезная вещь, которая может вам пригодиться в походных условиях. Насос для велосипеда, мало ли на всякий случай. Ролоночка для того, чтобы включать музло. Фонарики, чтобы светить, потому что на юге вечером становится темно. Быстро достаточно. Что у нас уже? Эластичная пленка. Мы ее берем для того, чтобы оборачивать велосипеды, потому что изначально мы поедем на поезде. Потом, когда мы уже приедем в точку А, мы разбираем велосипеды и уже оттуда начинаем свой велосипед. Всякие салфетки, молочко для загара, обязательная вещь, тоже одна из самых обязательных, которая вам пригодится. Все зарядки, пауэрбанки, все, наушники, все, что вам необходимо для того, чтобы, находясь вне цивилизации, вы все-таки как-то могли поддерживать все и связь. Что еще у нас есть? Тоже одна из самых классных в дорожном приключении, это ухуэль. Будем играть не рок. А, вот здесь внутри находится запасная камера для велика и ключи для велосипеда. Батарейки и прочие полезности, которые могут пригодиться. Термос для того, чтобы пить чай, горячий на миле. Это одна из самых важных вещей. Ну и, в принципе, все. Вещи свои я вам не показываю, но берем мы офель по мелочи для того, чтобы не грузить свои плечи. Берем самое необходимое, естественно, купальники, по мелочи, умывальное. Но это уже вы сами пишите себе в свои списки, что вы хотите взять. А то, собственно, как пройдет наш такой велотур, я уже расскажу по приезду. И поделюсь собственным опытом, что из этого всего нам пригодилось. Но я думаю, что нам все пригодится и, возможно, даже что-то еще. И обязательно расскажу уже в следующем видео. С вами была я, Ира. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok